Приветствую, дорогие зрители. Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал, ведь мы стараемся для вас, а мы начинаем. Пианистка прожила в браке с актером несколько лет, но в 2017-м они со скандалом разошлись и больше не общались. Виталина даже не пришла на похороны Мэтра, который скончался в минувшую субботу в возрасте 85 лет. В свое время Цымбалюк Романовская столкнулась с негативом и травлей со стороны друзей и коллег Джигарханяна. Многие обвиняли ее в том, что именно она якобы довела Армена Борисовича до такого состояния. Виталина объяснила корреспонденту, почему не поехала на прощание в родной театр бывшего супруга. Для меня это небезопасно. Окружение Армена способно на любые поступки. Как минимум, они бы пытались меня унизить, а это недопустимо для меня. Армен Борисович не смог защитить себя, и меня уже не сможет. А я всегда буду жить так, чтобы он мог мною гордиться, заявила Виталина. Ранее Виталина говорила, что для нее Джигарханян давно умер. Всего лишь хочу, чтобы люди сохранили о нем добрую память, делилась Цымбалюк Романовская. Артист будет похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой. Наследница Армена Борисовича умерла в 1987 году в результате несчастного случая, надышалась в машине угарным газом. Режиссер тяжело переживал ее смерть. У Джигарханяна остался только пасынок от брака с Татьяной Власовой, Степан, которому он дал свою фамилию. По словам мужчины, последние месяцы мэтр уже плохо себя чувствовал. На фоне обострения диабета начались серьезные проблемы с почками, он был подключен последние пару дней к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Наложился эффект неподвижного образа жизни, раньше можно было выходить гулять, а потом вышел приказ, чтобы старики сидели дома. В конце стало совсем плохо, пролежь не дали неприятный эффект, пошло воспаление и некроз тканей. Но человеку все-таки 86-й год жизни шел, рассказал. Спасибо за внимание, если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня.